Вечерний эфир Финам.ФМ традиционно открывает программы бизнес-класса, я Георгий Вербицкий. Говорить мы будем обо всем, что связано с бизнесом, обсуждать яркие и интересные идеи, касаться различных способов сделать себя и свой бизнес эффективней. У нас работает телефон прямого эфира 495, это код города, сам телефон 6510996. Также, как инструмент обратной связи, сайт Финам.ФМ. Сегодняшняя тема – иностранный язык как конкурентное преимущество. Мы все знаем, что один из способов увеличить свою личную капитализацию – это знание. И как раз вчера мы говорили о том, что учиться новому нужно всегда, а сегодня поговорим о том, что одним из самых популярных способов повысить свою стоимость на рынке труда, либо, если вы компания, то расширить рынки сбыта, этим способом является иностранный язык. Это, в принципе, вполне логичное конкурентное преимущество в бизнесе. Сегодня мне будет помогать мой гость Айнур Абдул Насыров, генеральный директор компании LinguaLeo.ru. Айнур, здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Спасибо, что пришли. Ну и традиционно несколько слов о вас и о вашей компании. LinguaLeo – это интерактивный онлайн-сервис для изучающих и практикующих английский язык. Вот английский язык, он сегодня, конечно, является наиболее востребованным из всех иностранных языков. Такой LinguaFranco для бизнеса, коммуникации, общения. И мы делаем сервис, который позволяет изучать английский язык, получая при этом удовольствие. Да, от себя добавлю, что именно это, на мой взгляд, такое отличающее преимущество сервиса от других традиционных способов изучать английский язык. То есть LinguaLeo сделал это несколько так, в игровом таком варианте. То есть подача очень достаточно интересная, что человека заставляет возвращаться и все-таки не сбиваться с пути изучения иностранного языка. Потому что, ну, все мы знаем, что зачастую это очень сложно, именно оставаться как бы дисциплинированным на этом пути. То есть не сбиваться с него, скажем так. Итак, для начала обсудим новости. Как всегда, есть новость про Facebook. Facebook собирается зарабатывать на чужих подарках. Запустил новый сервис Gifts, через который пользователи смогут делать друг другу реальные подарки. Вот интересно, что именно реальные подарки. То есть, если у кого-то случается день рождения, у кого-то из друзей в Facebook, у ваших друзей системы, предложат вам выбрать для него подарок. И можно подарить себе какую-то карту в Starbucks, вот написано кондитерские магнолия в бейкере и цветы, естественно. Ну, цветы это традиционно. Собственно, такие как бы такие способы монетизации, в общем-то, они насколько они революционные? Насколько, как вы считаете, они имеют под собой какую-то вот действительно перспективную коммерческую основу? Мне кажется, это очень интересный эксперимент и вполне себе обоснованный. Если мы посмотрим на одноклассники, то внутри этого сервиса виртуальные подарки пользуются огромной популярностью. Например, 8 марта, просто сумасшествие какое-то, как люди дарят друг другу эти подарки. Именно виртуальные, то есть вот эти вот картиночки, цветочки, какие-то пиктограммочки. В данном случае отличие, оно не сильно большое. Мы видим, как Facebook, получается, предлагает людям дарить друг другу сертификаты в основном. Нет, ну тут-то реальные подарки, то есть это сервис какой-то должен быть, то есть это уже некая такая более сложная инфраструктура. Одно дело получить какую-то картиночку на страничку, а другое дело, там, допустим, цветы, да, уже реальные. Не будет ли это связано с какими-то, скажем так, проблемами для сервиса, когда будет какое-то недовольство пользователей, что что-то будет работать не так хорошо? Facebook ведет себя здесь как примерно Amazon, то есть он пытается сделать так, чтобы даже физический товар или услуга были все-таки упакованы в какой-то цифровой продукт, который компания предоставляет пользователю после того, как ему это подарили. А Facebook является только таким посредником, который занимается дистрибуцией этого продукта. То есть, по сути, Facebook говорит, вот у нас есть возможность, скажем так, ваш сервис, ваш товар, дать возможность нашей огромной аудитории этот товар приобрести и заказать для каких-то своих друзей. В некотором смысле также поступили купонаторы, когда связали реальные услуги, а потом и товары с купонами, за которые нужно было платить реальные деньги. И когда сегодня я хочу сделать подарок своему другу, плачу реальные деньги, он получает реальную услугу, а Facebook является цифровым посредником. А насколько действительно Facebook может, сколько денег примерно заработать? Ну, хотя бы примерные оценки, насколько это эффективная такая штука? Мне очень сложно, сложно очень. Сейчас сказать сложно, да? Да. Ну, раз запускает, наверное, надеется что-то заработать. По крайней мере, этот эксперимент, он всем покажет, насколько работоспособна такая модель. Да, да. Уж ни на чем, как ни на Facebook, продемонстрировать вот, собственно, эффективность этой модели. Ну, они и кинотеатр пробовали запускать. То есть, есть у них и неудачные примеры, конечно, эксперименты. Но все эксперименты, они хороши тем, что позволяют понять, что работает, а что нет. Поэтому посмотрим. Интересно, что они купили вот этот сервис Gifts, который создан на основе стартапа Karma. Они, в общем-то, его купили довольно недавно, весной этого года. Купили за 80 миллионов долларов. Вот, видимо, хотят как-то, собственно, начать отбивать это дело на фоне того, что акции, я так понимаю, сейчас продолжают снижаться. Уже, по-моему, половину потеряли у своей капитализации после IPO. Да, есть такая грустная часть этой истории. Окей, Нур. Еще одна новость, то, что мы говорили перед эфиром, вот вы обещали рассказать, тоже новость на рынке. Да, это интересная новость уже на рынке России. Значит, интересный стартап-компания, онлайн-сервис для обучения фотографии, фотошкола.нет, привлек инвестиции в размере порядка 4 миллионов долларов от венчурного фонда Bright Capital. Это мне стало известно благодаря тому, что я давал комментарий, значит, интервью ведомостям. Собственно, поэтому это очень свежая и интересная новость. Примечательна она тем, что это инвестиции в сектор онлайн-обучения, онлайн-образования. И мне кажется, это говорит нам о том, что сейчас на венчурном рынке наблюдается прям настоящий тренд инвестиций в такие проекты. Мы видим интерес, ну, скажу для тех, кто не в курсе, что совсем недавно, в начале этого года LinguaLeo привлек 3 миллиона долларов от руна капитала. Это мы про вас знаем и, конечно же, чуть позже обязательно обсудим. Да. То есть, про сути инвесторам становится интересно обучающие именно, то есть, некая обучающая стартапа, обучающая компания. У людей больше времени становится, они готовы инвестировать в себя и это очень интересно, то что такой сервис, кстати, ориентированный все-таки на массовый рынок, потому что сейчас люди пачками покупают эти цифровые камеры, у них есть свободное время и они не прочь это свое хобби, значит, актуализировать, проходя какие-то эффективные интересные онлайн-курсы. Да, то есть, количество людей, которые сейчас с фотоаппаратами ходят и все фотографируют, уже нам в России, по-моему, начинает напоминать Японию, где, знаете, японские туристы группой из 100 человек с фотоаппаратами, это уже практически нарицательно. Чтобы выделиться из этой толпы людей, которые, так сказать, просто купили фотоаппарат и считать себя фотографами, видимо, люди идут и обучаются этому профессионально. А Bright Capital – это российская компания или это западная компания? Это российский венчурный фонд. Тренд, он в России? Он в том числе проявляется и за рубежом. Мы слышали об очень крупных сделках, это и образовательных стартапов за рубежом и в плане сервисов, связанных с изучением языков и с университетскими сервисами, которые автоматизируют обучение, делают его дистанционным. Тутор, другой пример – это Курсера, недавно привлекла интересные инвестиции, правда, это социальное предпринимательство, не знаем, что будет у них с бизнес-моделью. И есть много других интересных примеров на Западе. С чем это связано? Это связано, на мой взгляд, тем, что, во-первых, глобализация, интернет доступен, хорошие каналы, то есть можно передавать видео, можно передавать аудио, все делать интерактивно, обучаться там практически можно через скайп, как вот новая мода обучения английскому, другим иностранным языкам через скайп. То есть, по сути, мир сжимается, становится, скажем так, более тесным, более доступным становится знание, и, соответственно, отсюда и некое стремление людей, ну, во-первых, стремление было, конечно же, изначально, сейчас просто средства стали более доступными. Пару лет назад я наблюдал, как Y-комбинатор, он провозглашал, так сказать, несколько областей, в которых произойдут серьезные перемены, и будет такой вот disruption, то есть схлопывание рынка и появление новых возможностей. А одним из таких рынков Y-комбинатор называл рынок образования, потому что там, где есть большие проблемы, там всегда через какое-то время найдутся большие решения, а это большие проекты. Собственно, вот сейчас мы, наверное, и наблюдаем реализацию этого тренда, посмотрим, как оно себя покажет дальше, потому что, если, в конце концов, предпринимателям, которые в этой области что-то делают, удастся сделать так, чтобы образование стало более эффективным, доступным, интерактивным, доступным в любое время, и с точки зрения финансов тоже, персонализированным, и доставляло удовольствие, чтобы вы продолжали это делать, то, я думаю, это очень серьезно повлияет на все, что происходит. Ну, теперь да, теперь можно смотреть вебинары просто сидя на диване, и у нас есть Индия, есть Китай, где 2 миллиарда человек. Да, если их чему-то научить, это будет очень интересно. Они стараются активно интегрироваться в западный мир, пытаются действительно обучаться языкам, как-то свои возможности этим увеличивать. Так что, действительно, выглядит все это очень-очень оптимистично. Объем рынка обучения в России и в мире. Как вы считаете, сейчас есть ли какие-то цифры? То, что у меня есть, это чуть больше, чем 1 миллиард долларов. То есть, в принципе... Это вы про весь рынок платного. Про мировой рынок. Да. Значит, у меня есть данные с разных источников о том, что эта цифра мирового рынка обучения иностранным языкам, включая все оффлайн-обучение и онлайн-обучение, она составляет от 50 до 100 миллиардов долларов. Да, онлайн-обучение 1,31 миллиарда долларов. Это онлайн-часть. Да, это диджитал и онлайн-часть. То есть, цифровые товары, значит, это диски. И именно английскому языку. И именно английскому языку, да. Да. Соответственно, будем продолжать тему уже после новостей. После новостей обсудим более подробно мировой рынок и тенденции на рынке обучения. А сейчас новости. Продолжаем обсуждать иностранный язык как конкурентное преимущество в бизнесе, ну и, собственно, для конкретного человека, который хочет повысить, ну, можно так сказать, свою капитализацию. Обсуждаем вместе с Айнуром Абдул-Насыровым, генеральным директором компании LingvaLewa, предпринимателем, основателем, собственно, да, и владельцем, я так понимаю, что этой компании, да? Да. Итак, рынок. Уже понимаем, что рынок обучения, онлайн-обучения английскому языку – это 1,31 миллиарда долларов. Это мировой рынок по оценкам исследовательской компании Ambient Insight. Эти оценки были сделаны в 2011 году. Ну что ж, действительно есть к чему как бы стремиться. Мы видим, что компании, инвестиционные компании и фонды действительно интересуются стартапами, которые занимаются обучением, что, собственно, говорит о некой перспективности, наверное, этого бизнеса. Вот мы видели, что Runa Capital инвестировал в компанию LingvaLewa 3 миллиона долларов, да? Да, как раз. И вот только что как раз Айнур поделился новостью о еще одной инвестиции. В онлайн-образовании фотошкола.нет. Да, Bright Consult инвестировал в стартап… Bright Capital. Bright Capital, прошу прощения, инвестировал в стартап фотошкола.нет. Итак, у нас есть несколько факторов, которые говорят о том, что действительно рынок будет расти. Глобализация, есть потенциал большой, есть большое население Китая, большое население Индии. Но вот очевидно, что у нас английский язык самый востребованный, потому что очевидно, что это уже практически мировой стандарт. Как доллар. Ну да. Я скажу так, действительно английский, наверное, половина и даже чуть больше актуального спроса, значит, на все иностранные языки. Потом в определенную очередь выстраиваются немецкий, испанский, итальянский, французский, китайский, японский. На Западе тоже довольно популярные, собственно, из-за того, что эти экономики довольно сильно развиваются. А также в Японии, например, очень интересная культура, и многие из-за культуры изучают язык. То есть причины совершенно разные. Есть порядка 14 языков, на которые есть существенный спрос. Но я тут еще про эти самые тенденции и тренды хотел бы добавить. Знаете, вот, извиняюсь, что впервые вспомнился замечательный анекдот про то, что оптимист учит английский, пессимист, реалист учит китайский, а пессимист учит автомат Калашникова. Знаете, да, то есть вот по поводу экспансии Китая, возможной экспансии Китая, все-таки миллиард человек, больше миллиарда человек, в конце концов. Когда-то это должно выстрелить, но английский понятно, но все-таки по количеству людей, которые являются носителем языка, наверное, китайский – это лидер в мире. Там, значит, долгое время это был испанский, значит, я не могу смело утверждать, что китайский уже перерос, но китайский и испанский – это действительно два таких самых крупных по количеству носителей языка. Тем не менее, мы видим, что в Китае идет определенная программа, согласно которой все китайские школьники и студенты очень активно изучают английский язык, потому что для них это дорога в жизнь, это возможность делать бизнес, экспортировать, работать с партнерами, и, значит, для них, собственно, это означает найти место свое в жизни. Ну, судя по количеству товаров, которые производятся в Китае, очевидно, что в Китае нужны люди, которые хоть как-то общаются с иностранцами, и, соответственно… И наоборот, значит, для американцев, для россиян, которые знают китайский, тоже открываются очень интересные возможности. Поэтому язык – это, как говорил много кому приписывают эту фразу, значит, Карл Великий – «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Ага, вот так даже. Хорошо, к нам присоединяется Ирина Грекова, директор по образованию компании ВКС International House, и попробуем задать вопрос такой же Ирине. Ирина, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Итак, как вы считаете, вот какие языки наиболее перспективные – английский, испанский, китайский, и что в ближайшее время действительно будет, ну, все, больше и больше развиваться? А что делать в ставку? Вы знаете, я слышала начало вашего разговора и застала ваше обсуждение в контексте китайского языка. Абсолютно согласна с этим мнением. В связи с тем, что Китай так активно развивается, это наблюдается в нашей компании также. У нас есть ВКС International House Globus, школа, которая специализируется на обучении, на преподавании всех иностранных языков, за исключением английского. И тенденция на сегодняшний день такова, что дети и тинейджеры подают заявление на обучение иностранного языка, естественно, китайского языка. Естественно, мы понимаем, что это инициатива родителей, которые наблюдают такое активное развитие Китая. И, значит, вот эта тенденция наблюдается на сегодняшний день в нашей школе. То есть, неужели китайский популярнее, чем испанский? Нет, на данный момент три иностранных языка являются ведущими. Это французский, немецкий, итальянский. После английского. А, после английского. После английского, да. И очень интересное исследование наша школа проводила в интернете. Чешский и португальский языки на сегодняшний день. Это следующая группа языков, которые очень популярны среди слушателей. Поэтому активно организуются группы по изучению этих языков. То есть, китайский действительно становится более популярным, но он все же пока где-то там недалеко от конца. Да, наше предположение, что через один-два года китайский будет вот в этой группе вместе с французским, немецким и итальянским. А почему именно французский вот после английского? Как вы думаете? Ну, во-первых, я думаю, что это специфика нашей страны. В связи с тем, что люди хотят читать литературу. Очень популярна музыка. Франция, как туристический объект, тоже очень популярное направление. Я думаю, это обусловлено именно данными обстоятельствами. То есть, еще с 19 века идет. Какой культурный туристический интерес получается. Да, да, конечно. Особенно литература и музыка. Ну что ж, интересно, интересно. А вот как вы считаете, в каких сферах востребованы иностранный язык и на каких позициях? То есть, зачем обычному человеку действительно изучать язык? Ну, понятно, что если он путешествует, то тут очевидные плюсы. Ты можешь общаться свободно, как бы не прибегая к помощи переводчика. И как-то вот, например, во Франции, насколько мне известно, все-таки не очень французы относятся позитивно, например, к тем, кто не понимает французский, скажем так. Вот, то есть, это как один из факторов. Все-таки приятно общаться на том языке, на языке той страны, в которую ты приехал. Но, тем не менее, вот если действительно повышать свою капитализацию, это какой должен быть язык? Неужели все-таки французский? Потому что, ну, вот китайский, например, это наиболее, может быть, в перспективе, наиболее, скажем так, оправданное с точки зрения количества людей, которые на нем говорят. Почему вот так вот? Ну, вы знаете, английский язык получил, как бы, новый статус. Это язык for global interaction. Весь мир говорит на английском языке, в том числе и Китай. Весь бизнес ведется на английском языке. Поэтому, конечно, английский вне конкуренции в данном случае. Вне конкуренции. То есть, если человек хочет повысить как-то свою капитализацию, ему надо выучить первый английский, очевидно. Вопрос может про второй язык только стоять. Ну, второй язык, как мы понимаем, французский, да, самый популярный из того, что вот нам сказала Ирина. Вы также спросили, как бы, что является мотивацией. Да, вот 70% студентов, которые приходят в нашу школу изучать иностранные языки, это все-таки вопрос работы. То есть, именно для того, чтобы повысить свою, как бы, привлекательность на рынке труда, скажем так. Да, однозначно. И как вы считаете, в каких сферах действительно это имеет больше смысла? Ну, очевидно, что, наверное, для тех компаний, которые общаются с иностранными, другими иностранными компаниями, то есть, имеют какой-то экспорт или импорт, то есть, они что-то делают на, скажем так, внешнеэкономическую деятельность какую-то осуществляют. Вот это очевидные вещи. Ну, это бизнес в самом широком понимании этого слова. То есть, вот направление, как бы, бизнес-инглиш, это направление, которое, как бы, начало конкурировать с курсами так называемого general English, английского для общения. Очень много людей подает заявление именно на изучение бизнес-английского, бизнес-лексики. И вторая тенденция – это English for specific purposes, то есть, английский для какой-то специализированной области, английский финансовый. Значит, это вот отдельное направление, и учебники появляются в этой области. Так вот мне сложно сейчас выделить, но, во-первых, уровень английского языка в общем, в общей массе в населении поднимается. То есть, больше групп среднего и высокого уровня, масса групп студентов, тинейджеров, которые сдают международные экзамены на уровне CEE. То есть, это профессиональный уровень владения английским языком. И точно такая же тенденция наблюдается с французским, немецким и итальянским. Люди не просто хотят выучить язык, они ориентированы на получение международного сертификата. Они пытаются сдать языковой экзамен, чтобы получить сертификат, подтверждающий знание языка. Ирина, буквально в двух словах, какие самые сейчас, скажем так, актуальные языковые экзамены? Что это там, вот TOEFL, что еще? Ну, вы знаете, я думаю, что одно из первых мест принадлежит экзамену IELTS. Этот экзамен направлен на подготовку слушателей к поступлению в университеты Австралии, Новой Зеландии. TOEFL для американских университетов, IELTS для университетов в Австралии, Новой Зеландии. Ну, то есть, это два самых, наверное, таких вот, что называется, известных сертификата. Ну, вы знаете, если студенты собираются учиться в Англии, то, конечно, кембриджские экзамены. Я понял, Ирина, у меня еще буквально один к вам вопрос, чтобы нам успеть, попробую его сейчас задать. Вы знаете, вот у вас, у нас сейчас сидит в студии Айнур, у него больше онлайн-обучение, то есть такое интерактивное онлайн-обучение. А у вас, насколько я знаю, в VKS International все-таки больше на оффлайн, то есть на очное обучение. Действительно ли это так? Или у вас есть какие-то направления онлайн? И что вы думаете по этому поводу, насколько они перспективные? Все зависит от типа учащегося, его задач. Все зависит от того, какие цели ставит перед собой студент. Значит, если у нас есть, как бы, такое направление, школа Lingua.ru занимается программами онлайн и предоставляет свободный график посещения, применяя... То есть у вас есть некое подразделение, которое, в принципе... Да, но, опять же, специфика российских слушателей заключается в том, что студенты не удовлетворены только работой в онлайне. Она, конечно, ограничивает возможность... Ирина, я предлагаю продолжить эту тему интересную после новостей, где-то примерно через две минуты. Итак, продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Иностранный язык как конкурентное преимущество. В студии у нас Айнур Шаблун-Насыров, генеральный директор и основатель LinguaLeo.ru. И на прямом связи с нами Ирина Грекова, директор по образованию ВКС International House. Ирина, мы с вами говорили по поводу того, есть ли у вас, и мы выяснили, что есть некое подразделение, которое занимается онлайн-обучением. Да, это школа Lingua.ru, которая сочетает мультимедийные программы с онлайн-обучением. Но насколько вы видите перспективным это направление? Ну, нельзя, так сказать, как бы умалчивать все преимущества онлайн-обучения, потому что люди активно передвигаются по миру, бизнес развивается, и поэтому нужно предоставлять возможности заниматься языком в любых условиях. В пробках, в самолете, в поезде, при переездах, значит, где-то за городом. И, конечно, в этом отношении онлайн-обучение, так сказать, будет работать лучше всего, поскольку для овладения языком нужна обширная практика. Но, опять же, вопрос заключается в чем? Что, так сказать, мы хотим практиковать? Чтение, грамматику или общение? Конечно, не секрет для того, чтобы, так сказать, стать fluent speaker, общаться на языке бегло. Это социальный момент. Нужно делать, наверное, все, практиковать все эти направления, вот те, которые вы перечислили. Да, значит, если в онлайн-обучении предполагаются скайп-уроки, это не совсем, в моем понимании, онлайн. Все-таки онлайн-обучение – это так называемый чат, когда вы в письменной форме, если это диалог, общаетесь, скажем, с человеком по другую сторону. Айнур, я думаю, вы не согласны, да? Мне бы хотелось, ну, прежде всего, про плюсы онлайн-обучения дополнить. Дело в том, что дело не только в физической доступности, то есть, возможности заниматься, значит, с любой точки, где есть интернет или даже с мобильного приложения. Дело еще в том, что онлайн-обучение позволяет это делать, ну, как уже было сказано, с любой точки, в любое время, а более того, двигаться в своем темпе и заниматься по тем материалам, которые подходят индивидуально каждому учащемуся. Вот, например, на нашем опыте на сервисе Lingualeo пользователь может выбирать те материалы тематики и тот уровень, который подходит ему, интересный ему, и мы получаем такую персонализацию. Помимо этого, онлайн-обучение может быть очень социальным. Значит, есть такая возможность интегрироваться с Open Graph Facebook, видеть активность своих друзей, общаться с ними в реал-тайме, значит, через аудио-видео-чаты, переписываться. При этом есть такой немаловажный плюс, как интерактивность и возможность разжевывать и понимать для себя любой, как бы, битый байт информации. Если это незнакомое слово, мы можем его тут же перевести, нам не нужно даже лезть в словарь, то есть буквально клик мыши, и мы все понимаем. Хорошо, я предлагаю чуть позже это обсудить и закончить вот по поводу рынка обсуждения. Ирин, вот как вы считаете, точнее не то, чтобы как вы считаете, а что вы видите сейчас, поток людей, которые идет обучаться, он увеличивается, уменьшается. Что происходит сейчас? Стагнация, может быть, какая-то у ВКСа? Нет, знаете, поток слушателей увеличивается просто в геометрической прогрессии. То есть все больше и больше и больше, да? Огромное количество людей заинтересовано в изучении иностранных языков. И мы вот в данном случае, как отдел тече-тренинга нашей компании, мы занимаемся тренингом преподавателей. А цифры можете какие-то назвать или просто вот ощущение такое? Еще раз повторите, пожалуйста. А цифры можете какие-то назвать по приросту интереса людей? То есть, может быть, приросту ваших клиентов? Или это просто ощущение? Нет, вы знаете, я думаю, что может быть это 15-20%. Ежегодно, да, прирост? Особенно это почувствовалось в этом году. Я уж не знаю, с чем это связано. Может быть, в связи с кризисом больше людей, скажем, почувствовали необходимость повысить, так скажем, свои возможности поиска работы и улучшить язык. Видимо, оправились от кризиса через три года потихонечку уже, что называется, поняли, что кризис не так страшно, нужно все-таки языки учить. Ирина, большое вам спасибо. С нами была Ирина Грекова, директор по образованию ВКС International House. А мы продолжаем общаться с Айнуром. Айнур, теперь по поводу методов обучения иностранным языкам. Вот вы как специалист в этой области, как человек, который основал такой интересный стартап, который, в общем-то, пытается достучаться до людей в игровой форме. Вот методы, какой метод эффективнее, как вы считаете? Есть же какие-то специальные фишечки, есть же какие-то средства, чтобы заставить человека, ну, скажем так, самостоятельно, но, тем не менее, неуклонно достигать прогресса в этой области. Потому что, ну, как правило, знаете, вот без репетитора, без репетитора очень сложно что-то сделать, потому что человек так устроен, что если никто не стоит за душой или там сзади с палкой, то изучать иностранный язык, я думаю, что хотят все, потому что, ну, это очевидно, что это некое преимущество, что это здорово, что это удовольствие, и это полезно. Но не все могут самостоятельно это делать. Кстати говоря, у нас открыта линия прямого эфира 495, это код города 6510996. Вы можете позвонить, поделиться своим опытом или задать вопрос. Ну, либо написать на сайте Finam.fm. Давайте я попробую раскрыть этот вопрос, связанный с методологией обучения. Причем тут, значит, мотивации, какие могут быть возможные пути решения. Значит, вообще, если мы говорим о методологиях в изучении иностранных языков, то, значит, они просто не поддаются классификации. Это как зоология. Их очень много. Там порядка 45 только методологии, которые можно описать, и они по-своему рекомендуют изучать язык. Я больше бы хотел рассказать о том, что, о тех принципах, которые за этими методологиями стоят. Я вот, извините, вклинюсь и скажу по поводу школьного обучения. Знаете, как раньше было, когда в школе изучали язык, но была очевидная проблема. То есть как-то более-менее грамматику все знали, но говорить никак не могли. Потому что грамматико-переводной метод такой практиковался, когда вдалебливают термины грамматические, саму грамматику, обучают переводить письменный текст, но при этом все остальное, оно как бы не у дел остается. В итоге человек, когда встречает носителя языка, он не может понять и услышать живую речь и не может с ним живую общаться, потому что его не хватает словарного запаса, и он просто не практиковал эти навыки говорения, восприятия на слух. То есть явные проблемы были вот как раз в таком стиле обучения. Сейчас, насколько я понимаю, уже есть гораздо более прогрессивные методы. Нам дозвонился Евгений. Давайте попробуем послушать, что он нам скажет. Евгений, здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Я хотел свой личный опыт сказать. Я работал несколько лет в иностранной компании, крупной в Москве, в центре, все. И заметил, что большинство руководителей не знают английского языка. То есть самый крупный знал директора, ну, может быть, один зам. А остальные все, ну, как бы, вроде знают, но в основном поручают секретарям какие-то переводы, ответы на письма иностранные. При этом весь топ-менеджмент иностранной компании, головного офиса в Германии, думал, что в Москве, ну, естественно, все знают английский, но не может такого быть. И то есть большинство сотрудников, если что-то случалось с компьютером, нужно было через головной офис звонить, решать вопрос. Всегда просили одного и того же человека, чтобы он звонил в центральный, и просил от его имени, значит, все это решать. А более того, компания оплачивала курс. То есть приходил специальный человек регулярно. Ну, все ходили, потому что бесплатно, ну, ходим. Ну, естественно, как-то обучение велось, то есть я вот не понимаю, когда преподаватель говорит с тобой по-русски, говорит, ребята, мы сейчас начнем это и продолжаем, значит. Я понимаю, что может там бигинер уровень, но неважно. Мне кажется, во-первых, должен быть по возможности носитель, ну, даже если не носитель, но все уроки, даже начиная с бигинера, только английский. То есть вот ты ничего не понимаешь, но тебе должно вот это промываться. Про живую речь, живая речь носителя языка, аутентично. Я лично для себя выбрал. То есть очень тяжело в Москве куда-то после работы там поехать, несколько часов еще потратить, да. Ну, то есть, ну, это невероятная усталость будет. Я выбрал дома, приходила ко мне женщина, и мы с ней занимались. То есть это немного дороже, но эффект, на самом деле, когда два часа вот тебе сугубо, тебе в глаза, в глаза, то есть мы на выходных встречались там. Но это был не нейтив спикер, да, это просто был преподаватель, собственно, не иностранец. Преподаватель просто два часа, она у меня спрашивает там, как дела, и то есть ты стараешься, вот ты говоришь, говоришь, и два часа вы, ну, задание, естественно, все это как положено, мы разбираем, но когда ты один на один с преподавателем, эффект просто десятикратный. То есть я за пять месяцев с нулевого уровня до, как бы, среднего, ну, интермедиа, интермедиа, ну, может быть, чуть даже выше, я вырос, но понял, что в компании, в принципе, это никому не нужно, то есть дальше мой английский, потому что они сами не знают, ну, как бы, если ты можешь немного поддержать разговор, все достаточно. И я понял, что, по сути, в Москве вот такой флюинс, это, ну, для путешественников, и то, скорее, для, собственно, может быть, честолюбия. А вот именно для работы, ну, редко кому нужен, я могу сказать. Хорошо, Евгений, спасибо, спасибо. Ну, в общем, мнение понятно, то есть самый эффективный способ – это индивидуальное преподавание, в общем-то, и постоянный разговор, собственно, на языке. Айнур, согласны ли вы с этим? Ну, и, собственно, продолжим по поводу тех методик, тех методов, которые вы считаете наиболее интересными. На каждом этапе обучения, на мой взгляд, наиболее эффективно подходит свой подход. То есть для людей, которые только начинают изучать язык, очень важно научиться слышать и получить какой-то словарный запас. Значит, для людей, которые умеют слышать и воспринимают живую речь носителя языка на слух, а этому, значит, очень хорошо помогает просмотр видео, аудио или прослушивание аудиоматериалов с текстом. Когда слушаешь эти материалы, следишь за текстом, если есть какие-то незнакомые слова, то переводишь их, значит... Я могу сказать про свой опыт. Я, как бы, все время смотрю, стараюсь, по крайней мере, смотреть фильмы на английском языке, используя, ну, вы знаете, бывают некоторые фильмы, которые, в которых очень специфичные английские, его очень сложно воспринять на слух, субтитрами. Субтитрами, замечательно. Субтитрами. Если не понимаете английские субтитры, смотрите с русскими субтитрами, вот мой совет лично такой, потому что, во-первых, вы получаете гораздо больше, как бы, ну, что называется, наслаждение от фильма самого. Конечно, удовольствие, потому что это живой материал интересный. Да, это живой материал. Ну, естественно, вы поддерживаете таким образом восприятие на слух. Ну, естественно, не буду говорить о том, что там National Geographic, у всех есть там, я не знаю, НТВ+, какие-то кабельные каналы. Вообще, в Европе, значит, очень распространено просмотр западных фильмов без дублирования, без дубляжа, поэтому они смотрят фильмы на английском языке, и только есть субтитры на их родном языке. В результате, например, в Голландии все таксисты поголовно говорят на английском языке свободно. Вот это вот доказательство того, что этот метод очень эффективный. Работать с живыми материалами. Так, то есть, надо работать с живыми материалами, однозначно. Ну, и какие-то еще, может быть? Да, ну, у нас вообще всего таких вот семь секретов изучения языка, которые мы, агрегировав все, что мы исследовали всей командой Lingualeo, описали в этих семи секретах. На сайте у нас можно увидеть. Я предлагаю вот буквально через три минуты к этому вернуться, поскольку тема интересная. До этого я еще хотел сказать, что вот часто еще в западных компаниях, знаете, может быть, сотрудники, вот Евгений нам звонил, говорил, что сотрудники не очень хорошо, там, топ-менеджмент знает язык, а бывает так, что язык учат именно иностранцы, которые приезжают, вот экспаты, которые приезжают в Россию, они учат иностранный язык, то есть российский, русский язык, для того, чтобы эффективно общаться с, ну, во-первых, сотрудниками, во-вторых, с бизнес-партнерами. Через буквально две минуты после новостей обсудим бизнес, эффективный бизнес на обучение иностранному языку. Итак, продолжаем разговор про иностранные языки, как конкурентное преимущество в бизнесе. Говорим с Айнуром Алдул Насыровым, генеральным директором Lingua Leo, предпринимателем, стартапером. Итак, семь секретов обучения иностранному языку. Сейчас вам расскажет Айнур, поделится, так скажем так, инсайдом. А я зачитаю еще раз телефон прямого эфира. Айнур 495, это код города, 6510996, звоните или пишите на сайт финам.фм. Итак, Айнур, семь секретов. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что эти семь секретов, это действительно какой-то такой вот выстраданный всей нашей командой опыт и понимание того, какие принципы наиболее важны в изучении языка. Итак, кратко. Секрет первый. Мотивация и влечение. Важно получать удовольствие от процесса, потому что если нам что-то не нравится, мы просто перестаем это делать. Спора нет. Давайте дальше. Поэтому важно заниматься по материалам, которые интересны и находить любые приемы и способы, которые доставляют удовольствие. Секрет второй. Восприятие аутентичного живого языка. Работа с материалами относительно языка. Об этом мы уже говорили. Вторимся. Секрет третий. Значит, когда мы видим речь, очень важно про себя слух моделировать и копировать ее. Так люди учатся. Значит, monkey see, monkey does. Значит, мы просто видим, как носители языка говорят и воспринимаем это на себя. То есть такое обезьянье копирование, которое у нас всех встроено. И оно очень эффективно, кстати. Так. Четвертый важный принцип – это то, что все языковые навыки, которые мы развиваем в процессе изучения языка, они между собой связаны. Нужно не забывать о них и развивать те из них, которые дается развивать легче, чем остальные. Они будут влиять на другие навыки. Например, если у нас улучшается восприятие на слух, то и произношение будет улучшаться тоже. Окей. Значит, пятый важный принцип – это оптимальная интенсивность. Ну, заниматься по 10 минут в день тоже можно, но это не так эффективно. Важно найти ту золотую середину, когда и нравится будет, и не будешь вставать, и при этом погружаться в язык достаточно серьезно. То есть не мучить себя и в то же время придерживаться некой интенсивности. Очень. Шестой принцип – это регулярность. Значит, важнее каждый день что-то делать. Значит, там посмотрел фильм, тут, значит… Лучше 10 минут каждый день, чем час раз в неделю. Чем один час раз в неделю. Абсолютно верно. Так. Седьмой. Ну и седьмой принцип – это практичность и эффективность. То есть важно найти для себя такие работающие инструменты, механизмы, курсы. Именно то, что работает для вас. Да, то, что подходит и удобно, эффективно и просто отвечает здравому смыслу. Хорошо. Через какое-то время мы продолжим и обсудим бизнес компании LinguaLeo, откровенно с нашим гостем. А пока послушаем Дмитрия. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось прокомментировать свои наблюдения по поводу изучения иностранных языков и вообще распространенности языков. Хорошо. Если можно, не очень долго. Да, конечно. Ну, во-первых, по поводу иностранных компаний в России и того, что топ-менеджменты не разговаривают на языках, это все-таки, на мой взгляд, зависит от компании. То есть был опыт работы в большой иностранной компании, и там обязательным условием было владение иностранным языком на момент приступления на работу. Да, это часто очень требование, согласен. А касаемо распространения языков, очень часто езжу по Европе, да, и несмотря на то, что, как считается, действительно, там, де-факто английский язык, он международный, но он, скорее, международный является все-таки бизнес-юзикой. Потому что в случае там путешествия, просто отпуск, отдых где-то в европейских странах, как ни странно, самый распространенный язык становится немецкий. Вот так вот, это в Европе. Понял. Да, ну, это вот мое личное наблюдение. Нет, то есть, я не знаю, может быть, китайский действительно там в ближайшие год-два поднимется в тройку самых популярных языков, но я думаю, что все-таки немецкий даже старик переместится на первое место. Хорошо, интересное наблюдение. Дмитрий, спасибо вам огромное. Айнур, ну что ж, переходим к бизнесу компании RingoLeo. Тоже очень интересный момент. Сделать бизнес на обучении, в общем-то, это такая задача довольно-таки нетривиальная. То, что известно про компанию RingoLeo, это то, что компания привлекла 3 миллиона долларов недавно, да, я так понимаю, весной этого года. Еще до этого, по-моему, в 2010 году, если мне не изменяет память, или в 2011, дали что-то намного меньшую сумму, 200 тысяч долларов на развитие. Да, это были ангельские инвестиции на определенном этапе развития проекта. Еще я знаю, что вы стартовали на острове Кучанг. Вот как это все происходило? Как вообще пришла в голову идея создать такую компанию? Ну, RingoLeo это не первый мой бизнес и не первый проект, связанный с языками. Значит, еще в 2006 году я основал компанию клуб носителей языка, где, значит, москвичам предлагалось возможность индивидуального обучения английского и еще других 11 языков, с преподавателями, носителями языка как раз. Вот с того момента я начал очень глубоко копать, исследовать этот рынок. А вы сколько языков знаете? Я сам знаю, значит, 3 языка и еще один изучаю. То есть, вот немецкий у меня. Английский, испанский. Значит, английский, немецкий, испанский изучаю. Ага, понятно. Как вы сказали, 3 и еще один изучаете. Ну, я еще считаю татарский, потому что я, значит, тоже на нем говорю, это мой родной язык. Так. Значит, когда мы начали изучать, что происходит в мире в плане изучения иностранных языков, какие есть технологии и возможности, кто, где, каким образом пытается предоставить возможность обучения в онлайне, то для меня открылось такое видение. Значит, почему-то никто в мире не давал людям возможность изучать английский язык по живым мультимедийным материалам на английском языке. Ну, казалось бы, откройте, я не знаю, откройте газету английскую, там, я не знаю, включите телевизор, посмотрите National Geographic на английском языке. Это все вот неупаковано и как-то неудобно. То есть невозможно вот видеть видео по той теме, которая вам интересна, там уровне сложности материала, который вам подходит, кликать по незнакомым словам одновременно и потом проходить интерактивные тренировки на то, чтобы эти слова, которые для вас были незнакомы, вы освоили и расширили таким образом словарный запас. А во время прослушивания улучшили восприятие на слов и косвенно произношение. Собственно, вот эта идея того продукта, который мы за 6 месяцев командой из 5 человек на острове действительно Качанг, прям рядом с джунглями, создали и выпустили в 1 марта 2010 года для русскоязычных наших пользователей, изучающих язык. Лингва Лео, лингвистический Лев. Да, Лео, потому что джунгли и Лео. Значит, на сервисе есть такой раздел, называется джунгли. Это тысячи интересных тематических материалов, по которым можно изучать язык. И когда вы это делаете, у вас там еще есть такой питомец интерактивный Лео, ну мы все помним, феномен Тамагочи. Да-да-да, кстати говоря, у меня стоит на айфоне ваше приложение, оно периодически меня, извиняюсь за выражение, достает, потому что предлагает вот этот Лев, поиграй со мной, вот пишет. Да, потренируй, покорми, да, то есть вот это вот вы использовали очень хорошо. Это в тему регулярности напоминает, да. Значит, так вот, когда мы думаем об иностранном языке, если мы его не знаем, это для нас джунгли. Вот такая метафора сервиса. Вот такая метафора. А когда мы осваиваем территорию за территорией, то есть какой-то материал за материалом, мало того, что улучшает восприятие наш слух, словарный запас, это все для нас становится понятнее. Хорошо. Ну вот, если смотреть на этот бизнес, на бизнес обучения, то есть то, о чем вы говорили, это бесплатно, да, но есть какие-то премиум сервисы, да, которые генерят какую-то для вас прибыль и выручку, соответственно. Насколько они популярны? Сколько людей сейчас пользуются премиум сервисами у вас? У нас всего порядка 2 миллионов зарегистрированных пользователей и порядка 60-70 тысяч пользователей, которые покупают премиум услуги. То есть это премиум пакет обучения. 2,5 тысячи рублей в год где-то, да, или 700 рублей по акции. Да. Такие данные есть. Абсолютно верно. И сколько вот у нас открытая программа, мы открытый вопрос задаем, сколько удается зарабатывать сейчас? Удается ли зарабатывать на монетизировать ресурс? Как видите, поскольку все-таки даже вот и эта цифра про 2 миллиона зарегистрированных пользователей и то, что сейчас у нас сутки регистрируется порядка там 6-8 тысяч новых пользователей. Представляете, 6-8 тысяч новых человек, которые хотят изучать язык и каждый день они начинают делать это на Lingualeo. То есть из этих, скольких-то тысяч, сколько людей пользуются активными сервисами? То есть из 100 человек зарегистрированных, сколько процентов воспользуются и купят у вас премиум пакет? Ну, конечно же, большинство людей предпочитают пользоваться доступными бесплатными возможностями, потому что это сама бизнес-модель сервиса такая, когда продукт по сути своей, в основе является бесплатным и дает пользу уже от бесплатного использования. Ну вот сколько из 100 человек есть какая-то статистика? У нас вот эта конверсия, да, цифра из бесплатных пользователей в платные колеблется от 1 до 2 процентов в данный момент. То есть из 100 человек 1 или 2 человека? Да. Соответственно, вот можно... Но оборот скажете? Оборот мы, к сожалению, не раскрываем, могу только сказать, что... Или руна капитал обидится. С момента привлечения ангельских инвестиций компания постоянно росла, значит, она была прибыльна, и нам стало очевидно, что этот сервис нужно улучшать, в него нужно вкладывать еще больше денег и усилий в его развитие, поэтому мы привлекли эти самые 3 миллиона долларов от руна капитал для того, чтобы и добавить новые возможности для изучения технологий и масштабировать его на другие языки и страны. Чтобы быть честным, давайте немножко о конкуренции поговорим. У вас есть глобальные конкуренты? Да, у нас 3 глобальных конкурента. То есть это вот крупнейшие 3 глобальных конкурента LiveMoco, Buzu, EnglishTown. Ну вы как себя позиционируете? В двух словах буквально. Что примечательно, значит, по данным Alexa.com, при том, что на LinguaLeo всего 2 миллиона зарегистрированных пользователей, я говорю всего, потому что на этих сервисах они гораздо старее LinguaLeo, там несколько раз больше пользователей зарегистрированных, посещаемость сервиса LinguaLeo, она на том же уровне, что и у конкурентов. При том, что мы еще не масштабировали его. Это говорит о том, что людям нравится LinguaLeo, они остаются дольше и изучают язык. Хорошо, спасибо, Айнур. У нас был в студии Айнур Абдул-Насыров, генеральный директор компании LinguaLeo.ru. Говорили мы про иностранный язык как конкурентное преимущество. Итак, у нас буквально через несколько минут будет программа «Сухой остаток» с Олегом Дмитриевым, тема программы «Финансовые итоги недели», а это был бизнес-класс на Финам.ФМ и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. Делайте деньги с удовольствием.